Добрый вечер. Как вы уже успели заметить, все доклады моих коллег были пронизаны вопросом информирования при оказании медицинской помощи. Безусловно, этому вопросу законодатель уделяет важное значение и устанавливает правовое регулирование, которое вы видите на экране. Пожалуйста, обратите внимание, это всем широко известно, учитывая, что информирование при оказании медицинской помощи у нас существует уже с 1993 года, то для кого это не ново. Вместе с этим хотелось бы обратить внимание на то, что информирование сейчас, именно сейчас очень важно, поскольку оно обеспечивает взаимодействие с пациентом, реализацию его прав при оказании медицинской помощи и защиту клиники. По той причине, если мы вдруг вернемся к нашему предыдущему слайду, обратим внимание на последний пункт, постановление пленного Верховного суда, то мы узнаем, что в настоящее время, в несколько лет уже, оказание медицинской помощи приравнивает пациента в статусе к потребителю медицинской услуги. Даже если он получает эту помощь бесплатно, поэтому на пациента возлагаются все права, которые потребительским законодательством предусмотрены, в том числе информирование, безопасность, качество и срок оказания услуги. Информирование здесь стоит после качества безопасности на третьем месте. Закон о защите прав потребителей и основу И-323 закон предусматривает в отношении каких именно манипуляций, действий, вмешательств необходимо получать информированное согласие. И какое еще информирование пациента необходимо осуществлять при оказании ему медицинской помощи. Это согласие на вмешательство и предоставление ему информации о медицинской услуге и медицинской документации, предоставление ему по его запросу. Вот эти три больших блока, они предусмотрены законодателем, их необходимо соблюдать. Вместе с этим хотелось бы обратить внимание на то, о чем сейчас мои коллеги многократно говорили, что практически на каждое действие при оказании медицинской помощи, будь то онкология, либо иная медицинская помощь или услуга, необходимо информирование пациента, доведение до него юридически значимой информации. Это осуществляется в отношении каждого пациента безусловно, и это закреплено законодательно. Такое информирование должно осуществляться своевременно, то есть до начала оказания медицинской услуги или помощи, проведения какого-либо вмешательства. Должно осуществляться в объеме, которое защитит врача и организацию впоследствии, и должно быть достоверным и доступным для пациента. Осуществляться в тех простых формулировках и видах, которые позволят пациенту принять решение на получение медицинского вмешательства, либо на отказ от него. Здесь также, полагаю, необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что 20-21 статья 323 закона говорит о том, что информирование добровольно согласно на медицинское вмешательство является предварительным обязательным условием медицинского вмешательства. Вместе с этим, если мы обратимся к глоссарию закона 323, то мы увидим, что кроме понятия вмешательства, есть еще понятие лечения, услуга и медицинская помощь. И вмешательство из четырех этих манипуляций, которые могут быть осуществлены в отношении пациента, занимает самый маленький объем. Это вид манипуляции или обследования, вмешательства, если кратко. Лечение – это комплекс манипуляций, обследований, направленных на предотвращение заболевания или устранение его последствий. Услуга – это комплекс вмешательств, не только направленных на лечение, но еще и на профилактику и диагностику заболеваний. А помощь – это комплекс медицинских услуг. Таким образом, самый простой вывод из этого, который можно сделать, необходимо брать согласие практически на каждое действие, которое осуществляется в отношении пациента. Если вы в отношении пациента проводите осмотр или измерение давления, самая банальная манипуляция общая, на которую также предусматривает получать согласие, то вы это описываете в том случае, если вы проводите какое-то комплексное лечение, полихимиотерапию, вы применяете клеточные технологии, вы применяете объемное комплексное лечение сочетанное, то в информированном согласии, даже если оно будет одно, должно быть расписано все те манипуляции, которые вы будете осуществлять в отношении пациента. Это требование законодательства, закон защиты прав потребителей и основ 323 закона. В каждом согласии в связи с этим необходимо предусматривать цели вмешательства, механизм воздействия на здоровье пациента, тех манипуляций, которые вы будете осуществлять, объем вмешательства, возможные последствия, результаты лечения или манипуляций, а также осложнения. На последний пункт, пожалуйста, обратите особое внимание, поскольку не всегда неблагоприятные последствия, которые могут наступить в результате оказания медицинской помощи, либо услуги, либо вмешательства, являются дефектами. Пожалуйста, в информированное согласие вписывайте по возможности, разрабатывайте формы, либо если этих форм не существует, от руки вписывайте в документацию максимально полный объем последствий, которые могут наступить у пациента при получении конкретной медицинской помощи. Это впоследствии защитит клинику и врача в случае возникновения какой-то спорной ситуации при проверках и при судебных спорах. Субъекты информирования вам тоже хорошо всем известны. Информированное согласие дается лицами, достигшими 15 лет. До этого возраста в отношении детей дают согласие их родители, в том случае, если лицо является недоспособным, в отношении такого пациента дают согласие его законные представители, назначено установленным в законном порядке. Пожалуйста, как только ребенку, который вместе с родителями приходит к вам за получением услуги лечения, обследование, исполнилось 15 лет, на следующий день после дня его рождения информированное согласие должен подписывать он. В том случае, если подпишет его родитель, бабушка, дедушка, дядя, в отсутствии надлежащих полномочий, такое согласие будет считаться незаконным и вы будете считаться нарушившими права пациента. Существенно нарушившими, потому что это право значимое. Без согласия медицинское вмешательство также можно осуществлять. В части онкологии нам показалось, что наиболее разумными без согласия вмешательства возможно оказание помощи в том случае, если имеются экстренные неотложные показания для предотвращения угрозы жизни и здоровья, и в том случае, если необходимо оказать палеотивную медицинскую помощь, а согласие законного представителя отсутствует. Вот та часть столбика относительно палеотивной помощи, обратите внимание, она введена в действующее правовое поле совсем недавно, только 17 марта ранее такой нормы не было. Ну и порядок оформления, информировано, согласен о медицинском вмешательстве в отсутствии каких-либо представителей, точно так же в 323 законе определен, он вам широко известен, известен просто, прошу прощения, это консилиум, либо врачебная комиссия, либо в отсутствии указанных субъектов, лечий, либо дежурный врач, с соблюдением соответствующих процедур, внесение в медицинскую карту указанной информации, и сообщением родственникам, либо законным представителям данных сведений. Ребенок необходимо срочно химиотерапия, родители отказываются, примат. Мы медицинская организация, которая видит, как на ее глазах погибает ребенок. Ребенок какого возраста? До 15 лет. До 15 лет вы имеете право родиться в суд? Сейчас, секундочку. Он лежит в стационаре. Допустим, условно. Ему ввели высокодозный метатриксат, родители отказываются от антидота. Мы, с одной стороны, понимаем, что отказ от этой процедуры – это летальный исход. С другой стороны, у нас есть отказ, подписанный родителями. Вот согласно этой таблице, кто в данном случае отвечать будет, и чье решение консилиума врачей или родителей ребенка будет превалировать? В такой ситуации вы пользуетесь частью первой статьи и обращаетесь в суд за получением согласия. Какой суд? Сутки двое? Не-не-не. Пятница вечер, в понедельник он будет уже… Есть дежурная в суде, которая в субботу работает, в пятницу вечером, ночью дежурит. В Санкт-Петербурге два было таких судебных кейса. Это, по-моему, Куйбышевский суд и Петроградский, что ли? Неполенова и Раухуса. Куйбышевский, да, и то, и то. Переливание крови, совершенно верно, это наиболее часто распространено. Оба раза это было очень изящно разрешено. Андрей Петрович не очень часто сталкивается с судами, это прекрасно, наверное. Я этим горжусь. Суды – это не всегда та махина, которая бюрократическая, как это принято думать, и, наверное, это не очень хорошо характеризует судебную систему, но, тем не менее, Татьяна Владимировна совершенно права. Существуют дежурные судьи, и это делается в обоих случаях, которые я упомянула. Было сделано по-разному. В одном случае это действительно была экстренная ситуация. Они фактически начали оказание медицинской помощи, не дожидаясь решения суда. Обратились с заявлением в суд. Решение было вынесено, естественно, даже не столько задним числом, сколько задним часом, если можно так выразиться. Во втором случае была чуть более громоздкая схема, по которой пошла детская городская больница номер 19 Семерахуса. Там пришел папа со своим юристом. То есть они прям категорически отказывались, они были подкованы. То есть они были очень большие молодцы оба раза. Это были, по-моему, где-то дети 5-6 лет такие небольшие. И они обратились в детская городская больница, обратилась в опеку, обратилась в прокуратуру. Прошу прощения, прокуратура вышла в суд тоже в течение буквально нескольких минут это все делается. Это чаще всего просто телефонные процедуры, которые потом легитимизируются документарно. То есть это не требует заседания, хотя, конечно, у нас открытое гласное все, судопроизводство, устное судоговорение, у нас очень красивый ГПК в этом плане. Но, к счастью, судебная система очень часто работает как надо. Я все-таки как человек, который в этом работаю, верю в то, что она очень часто бывает эффективна. И прокуратура обратилась с заявлением о ограничении родительских прав. А суд своим решением ограничил в родительских правах на очень краткий период времени. И эти права были переданы опеке. И опека дала согласие. Это все вот такая вот цепочка, которая... А если опеки нет? Ну как это нет опеки? Здрасте. У него есть... Как это? Есть опека муниципального образования? А, но если муниципальный... Вот сидит с ним мама. Можно. Да, можно и так. Это тоже было бы... Правда, у меня практика судебная, согласен, маленькая. Нет, на самом деле, это такие механизмы... Вот, кстати, это полезно. Мало ли вдруг пригодится. Я когда пришел в суд в качестве ответчика, пришел истец и привел адвоката Зиновьеву Владимировну. Было больно. Вы пришли в качестве свидетеля. Было свидетель. Я бы попросила. Слава тебе, Господи. Было больно. Да, есть у меня опыт. Маленький, но неприятный. Ну, мы сделали все возможное, чтобы он был максимальным. Мы вас очень хорошо допросили, очень аккуратно. Я по поводу информированных согласий, можно добавлю, да, Татьяна Витальевна? Значит, можно попросить вас вернуться к первому слайду? Вот не там, где ваши фамилии, а там, где перечень этих самых нормативных актов. Обратите, пожалуйста, внимание. Основы охраны здоровья граждан у нас были приняты 21 ноября 2011 года и вступили в силу 1 января 2012. Значит, в той норме, которая регулирует у нас порядок дачи информированного и добровольного согласия, это, кстати сказать, впервые в законодательстве появилось обязательное информированное согласие на вмешательство, не на отказ, как это было и в старых основах, а письменная форма согласия. До этого законодатель никаких требований к форме согласия не предъявлял. Так вот, в 323 законе указано, что форма информированного согласия разрабатывается кем? Федеральным органом исполнительной власти. Много вам известны формы информированных добровольных согласий, которые с 1 января 2012 года, тогда, когда Министерство здравоохранения было прямо вменено в обязанность, потому что Федеральный орган исполнительной власти, в данном случае это именно Винздрав, дал медицинскому сообществу. Мы таких форм насчитали 8. Это ВИЧИ, прерывание беременности, несколько форм ЭКО, первичная форма согласия, которая вот здесь, в приказе, вот этом, 1177. Вакцинация, да, ну еще чего-то, я просто на вскидку не помню. Их меньше 10. Мы в свое время, много лет назад, лет 6 назад, я думаю, мы считали, сколько нужно форм информированных согласий, чтобы фактически насытить рынок, исходя из того, что Татьяна Владимировна говорила совершенно справедливо о том, что это не на услугу, не на лечение, а на вмешательство. Нигде нет перечня вмешательств, на которые должно быть информированное согласие. Поэтому мы исходим из того, что любое, что может повлечь осложнение. Медицинский массаж, казалось бы, ничего инвазивного, ничего сложного. Может повлечь осложнение? Конечно может. Нужно брать информированное согласие? Разумеется. То есть самые простые вещи, которые могут повлечь осложнение, потому что информированное согласие, там зерно информированного согласия, это осложнение. И мы посчитали, на тот момент у нас получилось 1100 форм информированных согласий. Я уверена, что мы массу упустили, возможно, вдвое больше. Сейчас из того, что мы разработали, чуть больше 500 у нас получается. Понятно, наша деятельность, дай бог памяти, с 2003 года, да, фактически мы начали информированное согласие писать где-то года с 2008. Делаем мы это исключительно только тогда, когда у нас заказывают, потому что у нас нет столько свободного времени, чтобы мы это в качестве какого-то научного упражнения делали. Медицинское сообщество вынуждено выдумывать информированное согласие само, брать их у коллег, откуда-то цельно тянутые брать из каких-то других источников. Клиника управделами подписывает информированное согласие на бланки Ленинградской областной клинической больницы, потому что врач принес, и оно удобное, а то, что там бланк другой, да неважно. Вот, то есть все как хотят, все выкручиваются. То есть это, уважаемый Минздрав, напишите форму, пожалуйста. Может быть для этого нужно всю жизнь положить. Вот это вы зря сейчас сказали. Почему? Вы знаете, как они их напишут? Завтра будет у нас письмо. Минздрав написал типовую. Кому-нибудь нравится вот эта вот форма, которая является приложением к этому приказу? Они напишут, и будут правы. Они напишут нам письмо, там, к сегодня какое у нас, к 20-му, к 19-му июня, разработать и представить. И это правильно, потому что они сами этого не придумают. К сожалению, это нужна практика для этого. К сожалению, самое большое сожаление заключается в том, что споры из информирования – это не формальные споры, это споры, особенно тогда, когда судебные споры, когда пациент вследствие ненадлежащего информирования не смог осуществить правильный выбор медицинской услуги, их все больше и больше. И суды подходят к формам, во-первых, к тому, что информирование согласия должно быть, а во-вторых, там должно быть написано нечто конкретное. Я сама отсудилась лет 10 назад, я уже не помню, я не горжусь этим кейсом, но я вот его расскажу. Я представляла из ЦА, значит, стоматологическое, самое банальное дело, значит, у пациентки возникло флегмона. Информирование согласия – это был тот период, когда не было 323-го закона, были старые основы, и не было требований законодательного к письменной форме. У них был информированный согласие, и там было написано гнойное осложнение. Я сказала, ну, там же не написано флегмона. Я уж молчу про то, что все мы знаем, что флегмон это и есть часть, ну, как бы, да, один из видов гнойное осложнение. Да, не написано, подумал суд, и взыскал. И я прям, ну, как бы, это не очень хорошо нас характеризует, наверное, по отношению к медицинской организации, но нашему ответчику, да, но, тем не менее, суды исходят из того, что все, что может произойти с пациентом, должно быть написано. Единственное, ну, есть, конечно, варианты, как можно избежать ответственности в таких случаях, но это потом расскажу, если будет время. Можно я добавлю несколько слов. Первое. Два примера в моей жизни, которые заставляют меня согласиться с этим. Первое. В высшей энергоинкетической школе мне преподавала Ольга Владимировна, я с тех пор запомнил, что так и нужно поступать. И второе, второе, на самом деле, это какая-нибудь инструкция, разработанная крупной фармастической компанией, импортной, желательно американской, где на аспирин написано вплоть до летального исхода. И там много-много-много-много всего. Есть одно маленькое но. Почему я этого не делаю так, как это нужно? Потому что, представьте себе, онкологический больной, да, это не больной, который поступил в стационар с аппендицитом или с пневмонией. Это больной, который лечится годами. А форма, хорошо себе представляете бумагу формата А4. И во что превращается амбулаторная карточка, если он, например, 8 лет? Не надо хранить информационный согласие, амбулаторная карточка. Хуже, когда пациент приходит делать блокаду и погибает через минуту от введения препаратов. Я соглашусь с этим, что это большой объем. У меня вопрос, я не сопротивляюсь, у меня вопрос. В онкологии часто повторяющиеся процедуры. Например, он лег на лучевую терапию. Каждый день ему будут проводить сеанс терапии, это будет продолжаться десятки дней. Не нужно заново брать на одинаковое, типичное. Дальше, он пришел на химиотерапию, проводится одна линия. Он будет поступать, поступать, поступать. Не нужно, нет, если он будет поступать, поступать, если стационарное лечение, вы будете брать каждый раз. Но если это в рамках одного курса лечения... Это в рамках одного курса лечения, прокапали... Две недели выписали, прокапали, и так пошло... Но это же курс назначенный заранее. Но я про то, что на самом деле все очень вариабельно. Кроме добровольного согласия, потом появляется Росздравнадзор и говорит, ребята, а вы у него брали кровь на ВИЧ, а вы должны были его побеседовать с ним и оставить соответствующий документ. Да, еще и консультирование, дотестовать. И вот такой толщиной эти все документы становятся. Что делать? Но вам же лучше нас известно, что за границей как раз вот эта часть оформления документации медицинской хорошо развита. Вот там этому уделяется значение. И только потому, что это защищает и пациента, и клинику. Да я согласен. Может быть мы дождемся времени, когда у всех будут электронно-цифровые подписи, в том числе у пациентов, и мы будем это хранить в цифре, не знаю. Пока медицинские организации, к сожалению, вынуждены это делать самостоятельно, кто как. Онкология в тяжелом положении в связи с этим, потому что это не обширный перечень, с обширными перечнями осложнений возможных, и очень творческие, но и раз определяемое лечение, несмотря на его стандартизацию. Поэтому индивидуальных особенностей пациента миллион, как я догадываюсь. То есть это пациенты не как пластическая хирургия, медицина здоровых людей. Поэтому, в общем, вот это самая большая, мне кажется, проблема. Ну понятно, что проблема – это, собственно, подписание даже тех форм, которые есть, но отсутствие форм, вот это, мне кажется, просто гигантское на законодательном уровне, просто провал вообще. Руку, бессмысленно. Да, пожалуйста. Спасибо. Будьте добры, скажем, прокомментировать жизненную ситуацию. Пациент с метастатической формой злокачественного образования, которое в настоящий момент при проведении адекватного лечения может привести к развитию длительной ремиссии. Но при этом пациент является еще и пациентом дома-интерната. И опекуном является администрация дома-интерната. При проведении диагностических манипуляций администрация дома-интерната дает свое разрешение. А вот на проведение тактического вида лечения кто должен дать свое согласие? Первое. Имеем ли мы право как учреждение отказать в виде того, что пациент не может оценить адекватно свое состояние? С другой стороны, у пациента есть родственники. Братья и сестры, которые могут подать в суд на неоказание медицинской помощи. Вот такая ситуация. Отвечает адвокат Бартенев, который прекрасно знает, что такое недееспособные лица. Это моя тема, потому что я работаю как раз по направлению людей с психическими расстройствами. Если речь идет о недееспособном пациенте, то есть пациенте, который признан недееспособным решением суда, я правильно понимаю, о нем идет речь? По закону, как закону психиатрической помощи, так и закону об основах охраны здоровья граждан, любой пациент, в том числе признанный недееспособным, дает согласие на любое медицинское вмешательство и отказывается от медицинского вмешательства. Сам пациент, даже если он является недееспособным, опекун не может подменить согласие пациента, за исключением одного случая, который в законе определен так. Если пациент, это касается только недееспособных пациентов, я подчеркиваю, если пациент по своему состоянию не может дать согласие. Что это означает, как это должно пониматься в законе? Если по умолчанию недееспособность не означает неспособность дать согласие на медицинское вмешательство, я напомню, что это в некоторой степени недавнее положение, оно с 2011 года действует. Ранее действительно в отношении недееспособных пациентов любое медицинское вмешательство и отказ только опекун давал согласие. С 2011 года ситуация изменилась. Так вот, соответственно, если недееспособный пациент не может понять суть информации о лечении, то есть он не может сказать ни да, ни нет, не суть даже информации, я неправильно сказал, он не может сказать ни да, ни нет в ответ на предложение лечения, то есть он не может выразить свое мнение, по сути, к лечению, тогда подключается опекун. Это должно быть отражено в медицинской карте обязательно, да, то есть очевидно должно быть заключение в идеале, может быть, консультация психиатра, но это не обязательно, закон с этим не связывает необходимость, возможность верни дачи согласия. Это может быть и запись леча врача о том, что пациент не реагирует, вообще никаким образом не выражает свое мнение к предложенному лечению, и тогда согласие дает опекун в этой ситуации. А опекуном является администрация учреждения, да, если он одинокий, да, потому что есть недееспособные пациенты, которые живут в интернатах, да, но у них может быть опекун внешний, да, это необходимо просто выяснить. Тогда учреждения дают. Ну, они посторонние люди. Субтитры создавал DimaTorzok